Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Из беседы святителя Иоанна Златоуста на книгу «Бытье» беседа называется «О терпении в скорбях». Возлюбленные, будем иметь великое терпение и никогда не ослабевать и не унывать в подвигах добродетелей. Будем знать, что Владыка наш, щедрый и многомилостивый, воздает нам за малые труды великими наградами. И что Он не только в будущем веке уготавляет для нас бессмертные блага, но и в настоящей жизни, утешая нас в немощах естества нашего, подает нам многие дары. Ибо Господь всяческих, имея попечение о наших немощах, не всегда нас и скорби терпеть попускает, чтобы не слишком отяпчали они немощь нашу. Напротив, Сам скоро подает нам свою помощь, укрепляя наше сердце и ободряя дух. Равно и благополучие не всегда оставляет нас, чтобы мы, сделавшись беспечными, не склонились сами к злу. Ибо природа человеческая, когда наслаждается слишком много счастьем, забывает благородство и не удерживается в своих пределах. Потому-то Он, как любвебильный Отец, иногда снисходит к нам, когда наказывает нас, чтобы таким образом управить нас ко спасению душевному. Или, как врач, когда лечит больного, не всегда томит его скудную пищу, не всегда позволяет он наслаждаться обильно ясными, чтобы многоедение не произвело воспаление и через то не усилило болезни, а с другой стороны, чтобы постоянно скудная пища не ослабила его еще более, но располагает свое врачение, соображает состояние и силы болящего. И с отчанием употребляя все свое искусство, так точно и человека любит Бог, ведая, что каждому из нас полезно, иногда позволяет нам наслаждаться благополучием, иногда же подвергает нас искушениям. Потому что если искушаются люди добродетельные, то через искушения они являются еще более светлыми и приобретают свыше большую благодать. Если подобные нам грешники, то есть с благодарностью принимая наведенные на них искушения, они слагают в себя тяжкое время грехов и получают во многом прощение, поэтому, умоляю вас, зная благопромыслительную премудрость врача душ наших, не будем испытывать судеб его, поскольку разум наш не может постигнуть их, то тем более будем благоговеть пред его судьбами и за все прославлять его. Именно потому, что имея такого владыку, которого промысл не может обнять никакую мыслью, ни вообще разумом человеческим. Притом мы и сами не так знаем, что для нас полезно, как он знает. И не столько сами мы заботимся себе, сколько он печется о нашем спасении. И все творит и совершает так, чтобы только вести нас к добродетелю и исхитить из рук дьявола. И когда он видит, что счастье не может принести нам пользы, тогда как наилучший врач, который, заметив, что кто-либо от пресыщения тучнеет, возвращает тому здоровье через воздержание, подон до тому и дивный врач наших душ наведением хоть немногих искушений дает нам чувствовать вред, какой мы потерпели бы от благополучия. А когда видит, что здоровье довольно уже восстановлено, тогда собственную помощью избавляет нас и от искушений, и преозабильно являет свое о нас промышление. Итак, если некоторые, живя добродетельно, впадают в искушения, то да не смущаются духом, а тем более допитают себя утешительными надеждами, что через искушения уготавляются для них венцы и награды. Если же и во грехах живущие подвергаются скорбям, пусть и они не отчаиваются, зная, что искушения во всякое время могут послужить к очищению грехов, если только все, случающееся с нами, мы не принимаем с благодарностью. Ибо свойство признательного раба не тогда только благодарит своего Господа, когда сам наслаждается беспечной жизнью, но и в неприятных обстоятельствах показывает такое же благодушие. Аминь.